Программа «Вести при Волжье» совместно с благотворительной организацией «Русфонд» продолжает серию сюжетов, но сегодня мы не будем просить вас о помощи, а наоборот, хотим сказать спасибо. Месяц назад мы рассказывали вам историю хрустальной девочки Полины Буйновой. За неделю после выхода сюжета в эфир удалось собрать необходимую на лечение сумму в 360 тысяч рублей. Полина вместе с мамой смогла отправиться на лечение в Москву, где буквально произошло чудо. Девочка, которая могла только ползать, пошла. С семьей Буйлиных встретилась Ольга Фомина. Сотворить чудо помогли вы, телезрители. Трехдневное лечение в Москве оказалось не из легких. Девочки вводили необходимый для укрепления костей препарат. Но, по словам мамы, ребенок стойко вытерпел пятичасовые капельницы, которые и дали результат. Я врач сказала, слази с кровати и иди сама. Мне плохо стало. Я закрыла глаза. Но она справилась. Дошла сама до двери и обратно. Ее теперь не усадить, конечно. Она ходит, ходит. Со стенами обнимается. У нее столько счастья. А еще месяц назад Полина самостоятельно могла передвигаться только на коленках. Спустя год и три месяца после рождения у девочки обнаружили неизлечимую болезнь – повышенную ломкость костей. За полтора года малышка перенесла семь переломов подряд и три терапии в специализированной московской клинике. Теперь, чтобы ножки окрепли, врачи советуют не ограничивать девочку в движении и ежедневно выполнять упражнения. Полин, сделай ножки прямо. Ровно только ножки. Ровно. Вот. Несмотря на большие для ребенка достижения, лечения останавливать никак нельзя. Поэтому уже через четыре месяца Полина вместе с мамой снова отправится в Москву. А пока есть время предаться любимым уличным забавам. Тем более, теперь к качелям прибавились еще кольца и лестница. Пока с большим трудом, но Полина упорно преодолевает препятствия. Трудно тебе, Полин? Все у нас будет хорошо. Мы встанем на ножки. Будем ходить. Да, Полин? Угу. Все будет хорошо. Спасибо большое всем. Спасибо всем за помощь. Ольга Фомина, Иван Морозов. Вести Приволжье. Эта семья не единственная, получившая помощь вовремя. За два месяца программа Вести Приволжье совместно с благотворительной организацией Росфонд сделала серию сюжетов, итогами которых стали собранные средства на лечение шестерых детей. Общая сумма составила 1 миллион 693 тысячи 240 рублей. Помимо этого, собрано, но пока не оплачено, лечение еще двух мальчиков. Благотворительная помощь продолжает поступать. Необходимо собрать еще 200 тысяч рублей. Всю необходимую информацию можно найти на официальном сайте благотворительной организации.